Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Такая ситуация, моей дочери 12 лет, сентябрь это будет 13, живем у моего МЩДОМа, молодого человека дома 2 года, отношения 2 года, дочь к нам переехала год назад. В последнее время я устал слушать, как мне надо воспитывать дочь, ну и все в таком духе. Дальше. Спрашиваете вы о том, как нам перестать ругаться с молодым человеком из-за собственной дочери. Что хочется сказать? Во-первых, нужно посмотреть ваши отношения. То есть, что между вами общего, что вас объединяет, связывает и так далее. Потому что, ну вот, на мой взгляд, то, что вы описываете, является следствием какой-то другой, более серьезной проблеме. Может быть, недоверие в ваших отношениях, может быть, недостаточность общего, может быть, недостаточность понимания вами своего молодого человека, да, то есть понимание вами вот его каких-то проблем, да, его каких-то трудностей и так далее. Это первое. Второе. Это то, что, как вы сами реагируете на эту ситуацию. То есть, ну, совершенно очевидно, да, что вот вас это как-то задевает. Совершенно очевидно, что вам это все болезненно. Совершенно очевидно, что вам это все очень тяжело. Совершенно очевидно, что вы вот на эту, ну, на эту ситуацию реагируете вот несколько вот, ну, так вот, как реагируете, по сути. Ну, вот, и нужно выяснить, нужно выяснить, с чем это связано. То есть, ваше отношение нуждается в, эм, корректировке. Дальше, ваше отношение с дочерью, именно ваше отношение с дочерью нуждается в корректировке. И отношение ее с вашим молодым человеком тоже. Потому что, ну, тут вот, вполне может быть, такая история, что ваша дочь, да, просто саботирует ваше проживание с молодым человеком. Я не знаю, конечно, как она, как она жила до этого, может быть, до этого было то же самое, но смысл. Такое еще ее поведение, вот, но, если ее поведение без молодого человека было другим, да, есть большая вероятность, что она саботирует ваше совместное проживание. Ну, с молодым человеком не хочет, не хочет просто вот, чтобы вы вот, ну, как-то вот с ним были. Ну, то есть, ну, брать не хочет. Вот. Дальше. Что такое ругаться? Значит, ну, помимо того, что вас это задевает, вот, чем-то. Ну, критик, 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 критика вас задевает, вот, а его, я имею в виду, вот, ссора, ну, конфликт. Вот, это способ обратиться с какими-то чертами, вот, как его, так и вам. Я бы, я бы здесь поисследовал бы психологическую игру в скандал, вот, на пример как раз-таки вот того, что именно вы делаете. Ну, наверное, хочется, вот, пару слов сказать про молодого человека, да, что у него явно есть какие-то проблемы. То есть, ну, вот, то, что он говорит, что его ремня, прям, били, так и так далее, вот, это, наверное, отложил, вот, такой вот, на нём след, вот. Вот, к сожалению, нравится это нам или нет, ну, вот, как будто бы это есть, вот. Поэтому нужно смотреть здесь, вот, насколько вы, вы его молодого человека знаете, хорошо, да. И если вы довольно плохо знаете своего молодого человека, если вы... как-то, как-то, однобокой, например, его воспри... его воспринимаете, вот. А то, вот, это, конечно... Серьёзно. Вот, как-то так. Ну, я думаю, что, в конце концов, вы... Сами здесь демонстрируете, вот, какую-то неуверенность в себе, да, то, как вы, вот, обсудите это всё, то, как вы, вот, обсудите это всё, то, как вы, как вы говорите об этом. Вот, есть у меня такое ощущение, что... Вы, как будто бы, вот, сами в себе немножко не уверены, как будто, вот, сомневаетесь, увы. Вот. Надо бы тоже это выяснить, вот. А если вы в себе не уверены, да, вот, если вы чего-то боитесь, то это нужно тоже прояснить и проработать. Вот последнее, наверное, что хочется сказать, то, что вы жили... Вы живёте, точнее. На территории вашего молодого человека, соответственно, в его квартире. Вот, и он, ну, что естественно, может, может, вот, какие-то свои условия, как-то, в этих салатах, ну, потому что это его квартира. И вот очень важный момент, на мой взгляд, заключается в том, да, вот, помимо этого конфликта, вот, Ну, вот, это было, как-то вот, что-то взгляд, осмотраиваю, и сверху, сэрю, как-то, это было. Ну, это было ново, это было, а что-то, это было салатом. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам на свою работу, обращаться.